если вы смотрите сейчас эти кадры значит что-то сегодня это получилось на улице просто капец какая отвратительная погода штормовой ветер ураганный идет мелкий дождь в принципе это сегодня будет весь день продолжаться резкое падение давления вниз я отправляюсь за жерихом я не знаю получится или нет если вы смотрите эти кадры друзья значит что-то получилось погода по всем канонам не жереховая но мы ломаем стереотипы кто сказал что в такую не плюет поедем проверим добрались друзья до водоема и ветер какой-то штормовой просто безумно штормовой сейчас спускаемся разбираемся внизу и приступаем к ловле я сегодня с лёхой вон он уже идет по тропинке идет мелкий дождь ветер порыва такие до 16 метров в секунду но радует одно что они в спину здесь ну большую частью со спины в этом плане нам повезло мы конечно заранее посмотрели понятное дело чтобы не попасть ситуацию шуте ветер будет в табло сейчас разберемся и приступим тем более что мы не одни люди уже ловят погнали что первый заброс такую штуку который мне прислал виталий хамбак из беларуси такой вот какой-то типа уокер но не уокер попробуем летит огонь даже пузырьки оставляет мы отлично с первого заброса не поймал есть шанс на хорошую рыбалку есть отлично вообще третий заброс первая рыба обловил разы разловил вернее не то что обловил разловил я приманку на третьем же забросе друзья то маленький жерешок да то он отлично просто великолепно такое начало сегодняшней рыбалки обещает быть значит так какую резвый бодрый взял в том месте друзья где даже не гонял просто к пучку травы уверенная поклевка то мы отпустим обратно плыви друг супер он а пока савчик красавчик вторить приманка что-то нечто подобное между уокером и деваном тройник я поставил специально такой с опушечкой жерех любит опушечку ну что ж отличное начало всегда к подходу в новое место включаю камеру сейчас вот ниже буквально и не добраться здесь два или три раза бил жерех такой не детеныш я хочу вам сказать здесь вот ветер со спины поэтому с поверхностных приманок начали ловить сейчас посмотрим насколько это будет результативно дальше посмотрим сегодня резкое падение давления произошло и в принципе в течение дня на она будет еще падать запредельно низкая такое 732 с учетом того что вчера было еще достаточно высокая коса отличная не знаю видно вам или нету прям выходит такая вот косичка вот он такие места очень любит в район таких коз сейчас еще трава полегла летняя большая часть такие места подогалились даже если он там не гоняет все равно стоит сделать туда несколько забросов обычно первые забросы с подхода они самые результативные если он есть он реагирует если поклевок нет то в принципе там 35 забросов в разных секторах и можно либо приманку менять либо место менять если в приманке вы уверены вот поклевка на блесну нашу по я видел алексей и поставил ты у него прям с выброса такая хорошая поклевка жерешок и как иначе он да фрикциончик надо чтобы был под ослаблен иначе так вот дёрнет и все и вы распрощаетесь и стрелок и полкило друзья вот она блесна наши упа четкий удар все как положено в его стиле супер все вот и есть этого домой пускай живет вот и колебалочка я вот кидал демон на этой косе друзья не было поклевок кидал уокер тоже не было поклевок легка подошел с первого заброса значит он пониже стоял сейчас он быстро убежит а он ух ты резвый отлично что друзья наверное мы уже часа полтора ловим и сейчас вот проходим такую зону уже второй залив где сразу под берегом не видно малька ну то есть он есть но его реально меньше чем там где мы начинали и жерех почти не гоняет здесь то есть вообще нет никакой активности и нету никаких поклевок то есть мы уже минут на 30-40 идем по этой зоне ничего не происходит а в начальной зоне мы поймали алексей поймал 1 я поймал дух и один был выход один пустой тычок не знаю кого может быть даже не жереха вовсе но мы сейчас все равно дойдем до конечного точки маршрута если там ничего не будет то мы вернемся хотя мне почему-то кажется что там должно быть то что там очень интересные косы островки такие но посмотрим пока как всегда все неоднозначно но уже радует то что рыбу то мы сегодня уже поймали и рыбалка продолжается друзья стоило поменять на такую же блесну как у лёхи сразу с выброса поклёвка произошла в кадр это не попало не крупный жерешок но прям он взял четко с выброса блесна только приводнилась и сразу удар фрикциончик самое главное подослаблять потому что у берега он может начать выделывать выкрутаса этот какой-то прям спокойный попался да только я сказал спокойный попался о сам вылез на берег ну тоже такой теперь лёху попросим фото на память сделать ну вот и я упу разловил блесна наши ребята пилищенко привет братьям хорошие они блесна делают грамм 600 наверно такой торпедный парень ему трава просто намоталась поэтому давай да куда ты куда ты домой это туда и сейчас мимо кадра осталось наконец-то первая поклёвка на демон причем она была очень крутой то есть где он достаточно быстро вел по поверхности и сейчас для начала кроссовок никто не терял достаточно быстро вел деван по поверхности и он его в два присеста короче первый раз ударил мимо и догнал еще раз ударил и опять не засекся сейчас вот я поближе подошел здесь коса такая мелководная не хочет собака прям мы заметил подходим он перестает гонять как-то издалека все боится что ли заработал земснаряд или не знаю что это называется короче карьер начался такой вот слив пошла мутная вода сегодня ветер в ту сторону поэтому эту всю муть потихонечку таким шлейфом туда уходит вводит как бы но поклёвок нет друзья нету поклёвок сейчас была одна на уокер там над травой не крупный такой вывернулся но не засекся можете видеть здесь свет солнца с этой стороны такое лето красное а вон там вот такие баг тучи алые аж поклёвка такая произошла на пильке то это его вот это рыба трофейный до на пильке рочек попался во просто такая проводка была я забросил немножко его притопил и такой в среднем темпе проводку начал с небольшими сбросами друзья хотел бы рассказать пару таких нюансов в ловле жереха вот например на прошедшем втором этапе турнира пал на реке кама очень актуально было и показательно даже ловли жереха upstream то есть тогда когда мы делаем заброс вверх по течению вот мы с моим напарником сергеем беляевым всех жерехов на тренировке и в турах поймали именно забросом upstream то есть приманка сносится жереху скажем так прямо в рот вот этот маленький нюанс на течение он очень часто играет свою роль либо перпендикулярно на небольшой снос либо все-таки upstream лучше всего под 45 градусов вверх по течению какая уловка есть и такой небольшой плюсик в стоячей воде вот я допустим сегодня ловлю на карьере на озере и здесь нету течения но здесь есть другая особенность это освещение когда выглядывает солнце нужно обязательно делать забросы именно на солнце выбирать позицию таким образом чтобы солнце светило на нас но никак не было за нашей спиной жерех очень пугливая осторожная рыба когда солнце светит сзади нас и мы кидаем по солнцу скажем так во первых он нас видит от нас тень отбрасывается в воду и атаковать ему не очень удобно когда мы кидаем на солнце получается мы защищены он нас не видит и приманку ему освещается и видится гораздо гораздо лучше вот сегодня даже был показательный момент когда вот мы стояли и все поклевки были действительно когда мы кидаем в направлении солнца и это не первый раз я замечаю такую вот вещь поэтому запомните эти два нюанса на течении и в стоячей воде и они вам обязательно пригодятся чтобы поймать эту хитрую рыбу но мы продолжаем рыбалку у лёхи произошла поклевка у него клюет у него клюет только в этом месте сейчас льет дождь как всегда банально надо ему сделать чуть-чуть свой ход вот он космастер обычный и такой же мы поймали вот идет дождь клюет же и по моему все класс да вы говорите жереху солнышко надо не надо и так нормально дружище спасибо плыви завидом других вот это поклевка было офигеть обалдеть вообще мимо такой удар произошел просто татас друзья произошла поклевка наделан все не то с какая третья поклевка наделан в этот раз результативно в этот раз работал тема на всплеск был всплеск я туда подбросил он попался голубчик тоже такой некрупный но тем не менее такой красавец осенний сентябрьский жерех лёха как всегда да там сначала произошел всплеск он там гонял я туда подкинул он попался давай касается ох красиво ушел пускайте рыбу друзья погоду конечно крутит вертит сегодня будь здоров то идет дождь порывы ветра такие сумасшедшие просто безумно и мы перемещаемся по водоему меняем разные локации то есть то в одном заливе половин то в другом заливе половин то на косы выходим и поклевки есть они не такие частые как хотелось бы но тем не менее жерех себя показывает причем какого-то явного фаворита на данный момент нет то есть у меня было две поклевки на уокер я поймал одного у меня было три поклевки на демон я поймал одного и у меня было сколько наверно три или четыре поклевки на пилькер я поймал двух жерешок весь такой не особо крупного размера только там по-моему одна селедочка попалась остальные так более-менее лёха поймал пару штук тоже на костмастер и на пилькер и интересно в том что там где позволяет ветер где более-менее есть гладь там стараюсь ловить на top water там где волна достаточно сильные боковая я тоже стараюсь бросать но реакции нет там ловится только есть поклевки только на пилькера сейчас вернулись в исходное место я думаю что здесь поработаем и попробуем вернуться на косу одна коса сегодня работает ну прям очень хорошо то есть там большая часть рыбы пойманными с этой косы просто дали жереху отдохнуть это очень важно потому что если дал месту отдохнуть даже полчаса час потом приходишь и с подхода там в первые там 5-10 минут ловли есть большая вероятность что он попадет очень мы продолжаем рыбалку достаточно интересно сегодня я бы на твоем месте фрикциончик бы чуть-чуть подтянул не у тебя фрикцион вообще он просто вообще ты его под тени может быть он промахнулся я его забагрил надо утомлять вам уникать вам не полкило мне кажется он те уже в траву завел туда он нырнул просто в траву потому что фрикцион у тебя был расслаблен ее просто ты да не нормально вроде бы 1 или или ненормально не знаю но ты давай вот они до слушай ну размер нормальный жерех это более чем лаптёвый двунтель наверное друзья да это наверное да друзья вот так вот бывает что жерех атакует и попадает мимо не зачет по правилам но размер но размер бодрый я бы сказал что это за два но все-таки мы его достали говорим пополам да ну вот промахнулся была поклевка я не думаю что он так мог мог им маленьким треничком попасться я поклевка была потому что я почувствовал а потом 20 стак на соревнованиях это не зачет давай его отпускаешь до рыбу на котлеты мы не забираем поэтому вот таких вот красавцев мы отправляем куда домой домой сентябрь горит мой спасибо жерех клюет и вот за ним мы ехали до ехали мы за ним все буду уплыл как впечатление потрясывает немножко давай супер ну что друзья который раз убеждает что чем хуже погода для нас тем лучше она для рыбы все не просто шквалистый ветер то идет дождь зарядами то светит солнце очень низкое давление но рыбе то все равно рыба клюет и к вопросу о том какая нужна погода для жереха мне кажется без разницы главное приезжать и ловить сегодня не так много рыбаков но в такую погоду она и понятно но рыбка клюет вот сейчас под конец рыбалки лёха мудрился поймать достаточно крупного жереха пришлось повозиться жерех промахнулся под багрился но поклевка была конечно по спортивному это не зачет но тем не менее рыба поймана мы вытащили на видео засняли отпустили обратно касательно приманок мы сегодня работали абсолютно разные приманки и каст мастеры и пилькеры и на поверхностные приманки были поклевки на деван попался жерешок на уокер попался жерешок то есть все от случая от места то есть нужно пробовать экспериментировать как всегда это залог успеха вот сегодня нашли в одном месте просто концентрацию очень огромные уклейки на косе других местах она конечно тоже была но не такая вот он ее выходил кушать потому что буквально там из десятка коз 1 сегодня принесла ну можно сказать почти весь результат потихоньку двигаемся к машине я думаю под конец сейчас все побросаю сниму приманочки ну и будем закругляться друзья по сегодняшнему дню отметил бы какие основные моменты во первых жерех не подпускает близко он может гонять вдоль прибрежной полосы вообще без проблем но при этом поклевки под ногами вот сегодня я уже на данный момент видел около 10 наверное поклевок и только одна была так метров 20 наверное от меня все остальные поклевки это метров 40 45 50 но может быть там 30 было тоже несколько контактов то есть все достаточно происходит далеко вода вы можете видеть прозрачная вода прозрачная жерех не подпускает в каких местах либо мы ловим вот так вот вдоль берега особо сильно не подходя вот может видеть на дальнем плане торчит такая коряга я так думает как раз метров 50 от берега и вот примерно не доходя интересного какого-то места мы прокидываем вдоль берега тогда есть шанс что произойдет атака и вторые моменты это мы облавливаем какие-то подводные косы которые выходят от берега видно прям коса мелководье или просто где-то на середине мы видим какую-то мель затопленный остров или пучки травы и стараемся обработать их причем не обязательно чтобы жерех там гонял то есть момента два либо мы ловим его вслепую то есть вот ничего не предвещает ничего не гоняет но тем не менее пробуем ловить в том числе и на поверхностной приманки то есть жерех может появиться из ниоткуда он патрулирует свою территорию либо же мы ловим на всплеск то есть если мы увидели действительно хороший бурун и этот бурун произошел как раз вот на расстоянии от 30 метров и далее мы бросаем туда соответственно нашу приманку то есть есть вероятность того что именно на всплеск жерех среагирует это конечно не происходит постоянно то есть мы там увидели всплеск забросили поймали рыбу нет абсолютно не так но вероятность того что произойдет поклевка она повышается главная задача это чтобы наша приманка пересеклась маршрутом движением движение жереха и тогда вероятность поклевки повышается вот это пожалуй такие интересные моменты которые нужно тоже учитывать ну и соответственно для того чтобы совершать такие дальние забросы приманок которые весят там 8 10 12 грамм там 14 это максимум что если не кидал в основном приманки 8 10 12 грамм нужно достаточно бросковое удилище я сегодня ловлю zx for a 782 м с тестом 316 у нее очень хороший строй катушка у меня аккума и пиксор 30 . шнур 0 8 достаточно прочный восьми жильный и мне это помогает сделать но очень хорошие дальние забросы достаточно легких приманок это очень важно потому что если мы не будем добраться вот я сегодня уже тут встретил несколько таких я думаю начинающих спиннингистов которые даже может быть и пикер кидали очень хороший но заброс у них получается от силы там метров 20-30 делается это все как-то не пойми как и соответственно шанс того что у этих ребят произойдет поклевка но он не то что равен нулю но он очень минимальный то есть если очень сильно повезет но уповать на судьбу в ловле жереха это конечно хорошо но я все-таки считаю что нужно делать ряд действий которые увеличат вероятность поклевки в разы по приманкам я уже говорил экспериментирую постоянно их меняю в каждом месте своему жереху нужна какая-то своя приманка ладно будем искать дальше ну что друзья сентябрь горит наступает замечательная пара для спиннингиста это золотая осень вода остывает совершенно разный хищник ловится сегодня я провел свою рыбалку своим другом алексеем на подмосковном озере где я считаю мы неплохо половили жереха поймали сегодня 7 хвостов на двоих были еще поклевки было интересно если вам друзья понравилось не забывайте ставить палец вверх подписываться на наш канал впереди много но увлекательного интересного обязательно буду снимать свои рыбалки делиться с вами и надеюсь мои наработки помогут вам чтобы перехитрить любую хищную рыбу на на сегодня все друзья всем счастливо до новых встреч